МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие цели стоят перед гвардейцами и где готовят будущих офицеров Национальной гвардии? Об этом мы сегодня поговорим с заместителем главнокомандующего Национальной гвардии Республики Казахстан по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майором Мухаммед Кали Кусаиновичем Сатовым. Мухаммед Кали Кусаинович, здравствуйте. Рады видеть вас в нашей студии. Очень приятно, Ирина. В первую очередь, хотелось бы узнать, какие задачи выполняет Национальная гвардия Республики Казахстан в системе безопасности нашего государства? Ну, я хотел бы вообще сказать, в первую очередь, Национальная гвардия, она правоприемник наших внутренних войск Республики Казахстан. Она не организовалась на голом месте. Ранее, если вы помните, в 1992 году, 10 января, был указ президента Республики Казахстан о создании внутренних войск Республики Казахстан. Буквально 24 дня после объявления независимости, глава государства, Днуфсултан Абич Назарбаев, принял решение, что внутренние войска Республики Казахстан будут подчиняться ему напрямую. Я помню еще те времена, 1992 год, когда пришла соответствующая шифротелеграмма, в которой мы указали о том, что отныне внутренние войска подчиняются нашему президенту и выполнять только приказы и распоряжения, которые поступают лично от него. С тех пор внутренние войска выполняли поставленные задачи в соответствии с законом. Однако время меняется, меняются ситуации. Поэтому была необходимость такая создание именно национальной гвардии Республики Казахстан, основу которой явились наши внутренние войска. Что изменилось? Многие говорят, что были внутренние войска, стало национальная гвардия. В первую очередь, национальная гвардия предназначена для защиты личности, общества и государства от иных преступных посягательств. Мы входим в единую систему органов Министерства внутренних дел. Это первое. Второе. Наши внутренние войска в соответствии с законом о национальной гвардии, они выполняют очень ответственную задачу. Первое. Это охрана и оборона важных государственных объектов, стратегических. Я хотел бы сказать, допустим, многие гражданские люди, наверное, не знают, но, к примеру, Ульбинский комбинат охраняем мы. Мы охраняем золото Казахстана, охраняем банкнотную фабрику, где деньги делают. Мы охраняем семиплатинский ядерный полигон. Кроме этого, охраняем в городе Ахтав электростанцию, электростанцию, которая дает электричество на весь город, на регион. Кроме этого, в городе Алма-Ате охраняем институт ядерной физики. Это неполный перечень таких стратегических объектов, которые охраняет наша национальная гвардия. Вот это одна из задач. Вторая задача – это охрана исправительных учреждений. Мы охраняем мужские колонии, а также перевозим осужденных и лиц, взятых заключенных под стражу, непосредственно плановым железнодорожным конвоированием. Вот это тоже одна из задач. Третья задача – это охрана общественной безопасности и общественного порядка совместно с органами внутренних дел. Эту задачу мы выполняем во всех наших областных центрах в наших городах, а также в городе Жану, Зенте, Миртау, городе Алмата и Астана. Вы, наверное, видели, ребят, в том числе здесь, в городе Петропавловске, наши ребята ходят совместно с органами внутренних дел, охраняют общественные порядки. Кроме этого, я хотел бы сказать, что в системе территориальной обороны с органами, с Министерством обороны в случае возникновения конфликтов низкой, средней, высокой интенсивности мы принимаем участие. И одна из новых задач, которых сейчас – это ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера. В свое время прошла реорганизация структуры государственной власти, вы знаете, государственных органов, извиняюсь, государственных органов. Было, значит, министерство по ЧАЭС было сокращено, а комитет по ЧАЭС передали министерству внутренних дел, и воинские части гражданской обороны были переданы нам, национальной гвардии. И отныне уже мы с управлением департамента по ЧАЭС на местах мы отвечаем за ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера. Мы, кстати, вот наши ребята отработали, работали в городе Уральске, когда было наводнение. В прошлом году в городе Алмате, когда вот пошел такой, так называемый, селевой поток, наши ребята тоже работали. В Карагандинской области. То есть в разных ситуациях мы оказывали помощь нашему народу в минимизации последствий чрезвычайных ситуаций. Вот. Кроме этого, одна из задач – это оказание помощи нашим пограничным войскам. В случае возникновения, значит, приграничных конфликтов, вот мы оказываем помощь, вот как силовая составляющая. Дополнительно, я хотел бы сказать, была одна из задач поставлена, это ликвидация, значит, скажем так, последствий, или минимизация последствий, скажем так, или, скажем так, противодействия, наверное, противодействия, противодействия экстремному терроризму. Вы знаете, сейчас вот такой злог, к сожалению, есть во всем мире, вот, и экстремизм, терроризм, к сожалению, проблема не только Казахстана, но и всего человечества. И вот в этих условиях мы создали подразделение специального значения «Беркут», вот, которое в системе с другими силовыми структурами, значит, выполняет очень ответственные специальные боевые операции по ликвидации, значит, лиц, значит, которые совершают экстремизм, терроризм. Вот где-то вот такой неполный перечень задач, которые выполняет наша национальная гвардия, и поэтому спектр такой широкий, и, в принципе, мы с поставленной задачей, в соответствии с законом мы справляемся. Скажите, пожалуйста, вот недавно у нас в гостях в нашем регионе был Халк Кахармане, полковник Кайратумбетов. Он спас жизнь солдату. Все мы также знаем о подвиге Ербола Утарбаева. Хотелось бы узнать, вот какие еще герои есть в ваших рядах? Вы знаете, я хотел бы рассказать, вот действительно, Кайратумбетов, Ербола Утарбаева, такие вот яркие примеры наших ребят, которые совершили подвиг. Но вы знаете, наши ребята, которые несут службу ежедневно, вот в первую очередь, они с боевым оружием охраняют исправительные учреждения, если это преступники. И уже когда молодой человек с боевым оружием, бывший студент или школьник, который закончил школу, там, один из классов и так далее, пошел на боевый пост с службем, это уже подвиг. Если наши ребята, бывшие студенты и так далее, как я говорил, уходят на охрану общественного порядка и общественный безопасность в городе, это уже подвиг. Вы знаете, ежедневно совершаются десятки героических поступков наших ребят, которые задерживают преступников или задерживают граждан с явными признаками преступления. Они, значит, успокаивают дебоширов, защищают наших женщин, задерживают преступников, которые воруют сотовые телефоны. Понимаете, вы знаете, ежедневно вот такие нам поступают сводки, когда наши ребята, офицеры, контрактники, наши солдаты срочной службы совершают подвиг. И вот поэтому сейчас, конечно, перечислить вот таких всех ребят, которые совершают вот такой подвиг, конечно, наверное, будет очень времени мало. Но вместе с тем я хочу в общую копилку, скажем, таких вот, наверное, подвигов добавить вот наиболее яркий подвиг. В 2013 году плановый караул, плановый железнодорожный караул по маршруту Алматы семей совершал, значит, очередной, значит, свою выполнение, караул выполнял боевую задачу именно по перевозке осужденных в плановом карауле. И вот там, значит, мы перевозили осужденного, который ранее был, значит, возглавлял преступную группировку в городе Семей, и они, значит, грабили этих самых инкассаторов. И вот этого осужденного мы перевозили его из одной из колоний в город Семей, в следственный изолятор. И вот там, значит, вышеуказаны осужденные пользуясь, скажем так, ну, скажем, порядочности, наверное, наших часовых, он симулировал болезнь. Когда попросился в туалет, симулировал болезнь. И наш солдат попытался оказать ему первую медицинскую помощь, и в это время он выхватил у него пистолет, выхватил пистолет, прострелил ему две ноги, оба ноги, хотел убить этого солдата. И вот в это время, значит, начальник королы, сержант Баянбаев, сержант контрактной службы, рискуя жизнью, оттолкнул этого солдата и практически лег на этого преступника. Этот преступник из захваченного пистолета произвел три выстрела в живот рядовому сержанту Баянбаеву. Сержант Баянбаев, превозмогая боль, вот этим же пистолетом, который находился в руках преступника, этим же пистолетом он ранил, тяжело ранил этого преступника, который умер. Вот такой один из ярких примеров. Жандос Баянбаев совершил подвиг, защищая своего солдата, защищая честь, в первую очередь, нашей национальной гвардии. Ну вот на тот момент мы срочно оказали помощь сержанту Баянбаеву. Я благодарен, кстати, врачам города Семиплатинска, они сделали все для того, чтобы спасти его жизнь. Мы провели несколько операций, жизнь Баянбаеву спасли. Указом президента республики Казахстан за мужество и героизм, проявленный при выполнении воинского долга, наш президент, Носултан Абич Назарбаев, ему лично вручил орден Айбы. На данный момент сержант Баянбаев, он лейтенант, помощник начальника отделения по воспитательной работе и воспитывает молодых солдат. Вот такой, знаете, скажем, подвиг. Кроме этого, вы знаете, у нас вообще по войскам за период нашей независимости более 150 военнослужащих награждены боевыми орденами и медалями. Вот именно за совершение подвига, за совершение героического поступка, по защите интересов наших граждан, нашей республики Казахстан. К сожалению, есть ребята, которые погибли. Которые погибли при исполнении воинского долга. Вот буквально, вы знаете, это вот 6 июня были, значит, трагические события в городе Ахтубе, когда 17 террористов вооруженных напали на воинскую часть, на воинскую часть. Вот. Личный состав караула, внутреннего караула, оказал активное сопротивление. Вот мы в ходе вот этого активного сопротивления или огневого столкновения, мы превосходящими силами, скажем, вот этих террористов, их было 17. Резервная группа караула была всего 3 человека, они отразили нападение. Потом отразили нападение часовые, это буквально 4 человека. Практически вначале 3 военнослужащих против 17, потом 4 военнослужащих против 17. Вот так вот, вы видите, как... Но самое главное, мы выполнили поставленную боевую задачу. Террористы хотели захватить оружие, боеприпасы, хотели захватить бронетехнику. Вот. И затем, впоследствии, значит, устроить вот такой хаос, скажем, в Актюбинской области. Но эти планы сорвались, благодаря мужеству и героизму наших солдат. И здесь надо отметить, что когда средства массовой информации передавали, что погибли трое военнослужащих, тут я хотел бы отметить, что те ребята, которые погибли, они были без оружия. Просто они оказались на линии огня. На линии огня. А вот та резервная группа, которая отразила нападение, отразила нападение, это уже были ребята, которые были вооружены. И еще раз доказали, что мы можем действовать квалифицированно, профессионально, для того, чтобы защитить не только себя, но и наш народ. Из состава королы у нас погиб только сержант Калиев, помощник начальника внутреннего королы, то есть встречного королы погиб. А остальные военнослужащие майор Майлобаев Даниэль, он был офицером военной контрразведки, он как раз работал с людьми, находился в гражданской форме одежи, без оружия. Рядовой саппарат Досбол Еркинбекович, он был в составе патруля, у него в руках была все одна резиновая дубинка. Практически вот видите, терроризм и экстремизм, видите, как он имеет такое, знаете, кровожадное вот это лицо, когда 17 человек могут напасть на одного человека, безоружного, как на майора Майлобаева. 17 человек могут напасть на одного солдата, который находится с одной резиновой дубинкой, вот, и они считают это своим подвигом. Я считаю, это просто подлость, это подлость. Это еще раз показывает, что люди, которые прикрываются святым понятием ислама, вот, и совершают вот такие террористические, скажем так, вылазки, да, они, конечно, заслужат осуждение всего нашего народа. Они не могут быть уважаемыми людьми. С такими людьми надо разговаривать строго по закону, строго по закону, вот, и применять всю силу закона для того, чтобы остановить вот это самое. Я хотел бы сказать, что Национальная гвардия, она готова выполнить поставленные задачи, вот, обеспечить безопасность нашей страны, наших граждан. И вот, как пример, в городе Ахтубе, а также подвиги сержанта Баянбаева, Кайрата Умбетова, Ервола Тарбаева, тому яркое подтверждение. Мы знаем, что будущие офицеры Национальной гвардии, они обучаются в нашем городе. А вот хотелось бы узнать, где в дальнейшем они повышают свою квалификацию, и есть ли у военного института побратимы в других странах? Вы знаете, я, наверное, хотел бы вот еще раз, знаете, остановиться на мудрости, на мудрости и дальневидности нашего президента, Нусултана Абиштина Зарбаева. Ведь военный институт в городе Петропавловске был открыт вот именно по инициативе нашего президента еще в 97-м году. И вот тогда очень много было идей, предлагали, ну какая есть необходимость создавать отдельный военный институт для внутренних войск, тогда внутренний войск, ныне Национальной гвардии. Что можно готовить их на базе, значит, других военных институтов, Министерства обороны, пограничных сил, комитет национальной безопасности. Нет, тогда наш президент сказал, нет, вы знаете, все-таки внутренние войска это отдельная структура, у них отдельные задачи, вы знаете, специфические задачи. Они отвечают за внутреннюю безопасность в стране. И у них психология, значит, офицеров и военнослужащих совсем другая. Поэтому должен быть свой военный институт. И вот благодаря нашему президенту мы здесь создали военный институт на базе города Петропавловска, скажем так, в северных условиях, где ребята воспитываются, обучаются. И сам президент лично приезжал сюда и вручил боевое знамя. И вы знаете, я хотел бы сказать, что на данный момент военный институт оправдал свое предназначение. Самое главное, наша национальная гвардия на ныне существующем этапе, она не нуждается именно в квалифицированных профессиональных кадрах, потому что военный институт полностью покрывает наш необходимый кадровый, скажем так, потенциал наших войск. Это первое. Я дальше скажу. Вы знаете, военный институт уже подготовил таких офицеров, которые сейчас являются уже заместителем командующих региональными командованиями. Ребята-выпускники этого военного института, вашего военного института, Петропавловского, уже командуют полками, батальонами. Вот, вот чей вопрос. И практически офицеры ротного батальонного звена являются выпускники вашего военного института. Я хотел бы отметить, что военный институт, он сейчас имеет уже статус международного. Здесь на базе вашего военного института мы готовим офицеров для наших братских республик, таких как Киргизия, Таджикистан. По 10 офицеров буквально ежегодно готовим туда. И вот уже за этот короткий период мы подготовили уже за 6 лет по 60 офицеров для Киргизии, для Таджикистана. И также продолжаем готовить. Вот, вы знаете, я скажу так, эти ребята, выпускники вашего военного института, Петропавловского, это будущий генералитет страны, вот, нашей национальной гвардии, других силовых структур, потому что они туда. Также я надеюсь, что это будущий генералитет страны, таких республик, как Таджикистан и Киргизия. В недалеком будущем мы скоро увидим, когда, может, кто-то из генералов придется и скажет, вы знаете, я закончил Петропавловский военный институт. Исходя из этого, я хотел бы сказать, что офицеры растут по должности. Значит, где они проходят дальше свое обучение? В военном университете, в городе Астане. Они проходят обучение, если соответствующую должность занимают, где нужно академическое образование. Кроме этого, мы не теряем связи, мы готовим офицеры в академиях России, Белоруссии. Вот. Наши офицеры проходят переподготовку в таких республиках, как Турция, Америка, Германия. То есть, вот по вот этим направлениям мы тоже с ними поддерживаем активное взаимодействие и сотрудничество. У нас есть побратимые такие военные, значит, институты. Это вот город Новосибирск. В городе Новосибирск есть Новосибирский военный институт внутренних войск, МВД, значит, Российской Федерации. Ну, ныне Национальной гвардии России сейчас. Вот мы с ними поддерживаем честные контакты. Кроме этого, мы поддерживаем тесные контакты с военными институтами в России, значит, это Ленинград, Саратов. Вот. Мы с ними поддерживаем. Вот. И поэтому, вы знаете, у нас, скажем так, очень много таких, также вот военных учебных заведений, в том числе Турции, вот, где они с аналогическими структурами. Мы с ними поддерживаем взаимодействие. А скажите, пожалуйста, какая военно-патриотическая работа проводится в рядах Национальной гвардии страны? Ну, вы знаете, вообще вот очень такой хороший вопрос, Ирина, вы знаете, сейчас у нас, когда идет становление молодого государства, есть, конечно, моменты, есть какие-то мелкие ухудшения, скажем, да. И вот, наверное, я считаю, что сейчас для молодого государства, наверное, необходимо активизировать именно работу по воспитанию именно патриотов нашей страны. Глава нашего государства, ну, Султан Абич Назарбаев говорит о том, что нам надо воспитывать чувство нового казахстанского патриотизма. Почему нового, как я говорил, мы создали независимое государство, новые государства. И, конечно, здесь нужно воспитывать, ну, патриотов именно в новом формате, в новом времени, чтобы они чувствовали, что Казахстан – это ихняя страна, это ихняя родина, в которой они будут жить счастливо. Вот, и в этом вопросе, конечно, вопрос патриотического воспитания, не только в масштабе нашей гвардии, он стоит в масштабе страны. Делается очень много в масштабе страны, но я хотел бы сказать, что делается в нашей национальной гвардии. Вы знаете, когда приходят молодые ребята, к примеру, к нам, молодежь, вот, они приходят к нам в 18-19 лет. И вот, представляете, вот, буквально мы в течение 45 дней, как вот пришел молодой парень, который буквально вчера ходил в городе Петропавловске, вот, с бутылкой Кока-Кола, с молодой девушкой, да, красивой ходил по городу, и вот через 45 дней мы ему даем оружие, 60 боевых патронов, ставим его на боевой пост. Как? Конечно, мы проводим соответствующую воспитательную работу. Это не просто так. Когда прибывают нам молодые ребята, мы с ними проводим соответствующую работу. У нас есть система, система именно воспитания. В первую очередь мы начинаем с истории нашей страны. Вот, мы рассказываем об истории нашего Казахстана, об истории нашего многонационального Казахстана. Мы останавливаемся именно на Великой Отечественной войне, мы останавливаемся на истории понятия целины. То есть, это, знаете, вот мы практически там краткий курс такой истории нашей страны за 550 лет, чтобы люди видели, что наша страна, она в первую очередь не образовалась где-то, она имеет очень глубокие исторические корни, наша страна, что наша страна многонациональная, что наши национальности не вчера пришли, они здесь собрались, правильно, да? То есть, они здесь жили веками, и защищать Родину, защищать, это честь каждого гражданина, патриота. Надо быть патриотом своей страны. Мы проводим с ними, соответствующие у нас есть программы, учебные планы, в ходе которых мы проводим с ними, в первую очередь занятия. Мы проводим занятия по государственной правовой подготовке, и вот я говорил, рассказываем о нашей стране, об истории нашей страны, рассказываем о нашем президенте, рассказываем о нашем новом государстве, вот, как создалось, куда идем и чего мы должны достигнуть. Мы проводим занятия по государственной правовой подготовке, проводим беседы, информационные часы, проводим тематические вечера, встречи с ветеранами войны, с ветеранами Афганистана, вот, с героями, знаете, с лучшими, значит, гражданами области, города, то есть это комплекс мероприятий, вот. Кроме этого, у нас есть своя художественная самодеятельность, вот. У нас есть ансамбль песни и танца, вот, где, который также приезжает, проводится, и вот этот комплекс мероприятий дает положительные результаты, где, скажем так, мы не говорим, что мы готовим воспитывание патриотов, нет. В первую очередь наши граждане, наши патриоты, они воспитываются в семье. Это мать, это отец, это вот семья, которая воспитывает наших ребят. Затем идет детский сад, школа. Вы знаете, а уже они попадают к нам как граждане, мы, скажем так, ну, чуть-чуть, скажем так, шлифанули это дело, так сказать, помогли им встать, то есть определились в мыслях. Я хотел бы сказать, что в целом, в целом, наши ребята, особенно солдаты срочной службы, да, они с честью, достоинства выполняют свой долг. Особенно ребята призваны северо-казахстанской области, с города Петропавловска. Они очень, скажем так, грамотные, умные ребята, вы знаете, целеустремленные ребята. И вы знаете, вот поверьте мне, у меня есть с чем сравнивать. Я служу в армии уже 38 лет. Я, так сказать, служил в армии, когда был Советский Союз, внутренние войска, и вот ныне наш независимый Казахстан. Вы знаете, сейчас солдаты идут намного умнее, намного сильнее, намного грамотнее, понимаете, да? У них такое, знаете, более демократичные такие. И я хотел бы сказать, что сейчас действительно растет умная, красивая, сильная молодежь. И вы знаете, вот когда я с ними беседую, честно говоря, душа мне радуется, что есть кому оставить нашу страну, республику Казахстан, вы знаете, которая действительно, вот если наши планы, они будут выполнены, они и будут выполнены, потому что наш президент, лидер нации, он определил, каким путем идти, куда идти, знаете, да? И самое главное, у нас есть идея, как я говорил, Мангель-Киель, войти в 30 наиболее сильных государств мира. И вот наша молодежь, наши патриоты, которые сейчас получают в этом воспитании, да? Они в будущем приведут нашу страну к великим целям, и наше государство будет сильным и мощным государством. Вы знаете, в нашей стране проживает 130 наций народностей. Не каждая нация, не каждый народ имеет великую историю. Но каждая нация и каждый народ достойны великого будущего. Я верю в нашу страну, я верю в наш народ, она будет великим государством. И, вы знаете, мы еще будем гордиться нашей страной. Мухаммед Кали Кусаинович, к сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Большое спасибо, что уделили нам время, и спасибо за такую интересную беседу. Всего вам доброго. Спасибо, вам большое спасибо. Сегодня в нашей студии был заместитель главнокомандующего Национальной гвардии Республики Казахстан по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Мухаммед Кали Кусаинович Сатов. Это была программа «Диалог». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова